всем привет хочу показать вам нашу машинку наш кемпинг-кар дом на колесах огромный в длину 9 метров машина очень большая остановились в очень интересном кемпинге сейчас я вам покажу его и давайте пройдем вовнутрь смотрим что внутри да у нас вот такой тент вас выдвигается большой тент красивый навес можно в тенечке быть течение дня сзади для велосипедов здесь крепление вы можете велосипеды перевозить вот кстати было бы очень удобно если бы у нас были велосипеды с собой так как больших городах нет парковки внутри города вообще поэтому лучше оставить машину где-то за городом и добраться до пункта на велосипеде вот такая у нас машинка видите она заряжается а мы провели электричество для того чтобы зарядить наши компьютеры и всякие там телефоны устройство так внутри у нас здесь есть полки различные которые мы уже заполнили также нам повезло нам нам досталась посуда все на защелках то есть ничего не выпадет здесь раковины закрывается кран также плита еще у тумбочка тоже но вот такой защелки видите и вот как бы защищено все от падения во время езды были к сковородке здесь кастрюля того пришлось покупать все ложки вилки вот наша душевая кабина здесь кстати открывается закрывается окно можно его открыть закрыть а так если открыть топ как будто бы лампа светит потом это сделаем я здесь уже расставила свои шампунчики кстати есть час мой голову бэд это тиджи это солнечная линейка специальный шампунь и кондиционер пляжный который смывает морскую соль жару с волос и ну типа после солнца увлажняет хорошо так про и для легкого расчесывания на влажные волосы это у нас туалет с раковиной здесь я уже расставила свою косметику когда машина едет все это трясется поэтому нужно максимально плотно выставлять либо вообще убирать проверим мы еще ни разу с косметикой не ездили мы когда уже только сюда приехали я ее расставил здесь вот так же есть окно которое закрывается открывается во время поездки нужно закрывать все и дополнительная полка очень удобно вообще места много мы раскидали все свои вещи сиденье у нас разворачиваться давай стол подвинем стол можно взять и подвинуть водительское кресло разворачивается туда-сюда можно прямо можно к столу еще самое прикольное что у нас здесь есть дополнительная кровать не поможет большая двуспальная кровать кстати очень удобно и мы втроем можем тоже поместиться легко есть есть лестница вот лестница ставится чтобы залезть телевизор наш с местными каналами 600 каналов вот везде есть полочки и тумбочки для хранения здесь у нас грязное белье которое нужно будет постирать скоро в подвовенными ногами еще одна тумбочка в котором мы прячем нашу обувь вот здесь стать еще одна тумба здесь у нас вода вообще можно много чего засунуть это наша спальная комната двухспальная кровать большая двоих ну можно на троих если прям совсем много полок очень много также кровать поднимая там есть место чтобы складывать вещи здесь тоже все полки на замке все закрывается подушки постельное белье нам пришлось купить потому что ничего не дают бесплатно места много мы заполнили полностью всю машину окна открываются здесь тоже открывается везде есть сетки комаров сара переоделась сейчас мы пойдем на озеро купаться посмотрите можно закрыть либо туалет либо вообще общую комнату вот ну конечно есть еще одного дверца которая выдвигается вот можно еще таким образом закрыть спальню двойной 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 можно так закрыть еще и вот так все владельник у нас здесь тоже на защелках вова сары хотят покупаться здесь вот в озеро смотрите лебедь плавает большой 2 лебеди ты мой лебедь и здесь смотрите песок чистейший огорожена территория где купаться можно холодная где да много рыбок вода ну вода прохладная освежающая да я сейчас буду готовить пасту с мидиями с чесночком а вова пошел по округе где-то здесь гулять и раздобыл пиццу с морепродуктами причем креветки лосось рыба так я решила добавить сыр камамбер сделать такой соус чесночно-сырный и в этот соус добавить мидии вот сейчас я их туда добавлю вот он наш скромный ужин мидии сара полюбила мидии и такой красивый вид и наша машинка стоит вот здесь красивая никто никому не мешает соседи все очень тихонько и культурно отдыхают на территории еще есть батут клёво как вообще очень классное тихое место хоть здесь много машин но я никого не вижу не слышу никто не шумит по утрам и так у нас как мы выяснили муниципальный кемпинг это значит что он дешевый почти бесплатный вот считает мы заплатили 12 или 14 евро за машину за въезд и за нас троих мы здесь можем пользоваться вот душем туалетом бесплатно я вот хочу вам показать что тут все чисто хоть это и муниципальный туалет но здесь все идеально чисто есть туалетная бумага душевые кабины с теплой водой я могу принять душ в своем доме в трейлере либо пойти сюда то есть выбор это считается недорогой государственный кемпинг всем привет мы сегодня ночуем совершенно другом кемпинге он дороже вот обошелся нам въезд то есть машина и мы сказали что нас двое без сары нам обошелся вход 30 евро это дорого дорого потому что здесь есть бассейн большая территория здесь также можете арендовать просто дом вот как например соседи да либо приехать на трейлере и заночевать на трейлере либо вы можете взять палатку если вы например путешествуете на велике до собачкой вот приехали вот так приезжают люди тренажерный зал на природе территория большая здесь играют в гольф а вон есть батуты дети могут прыгать надувные здесь даже заповедник небольшой зоопарк с домашними животными вот козочка пальчики не суй барашки название кемпинга а это три звезды видите сауна платная все остальное бесплатно я думаю что здесь до люди надолго приезжают здесь очень крутой бассейн для детей для взрослых вода теплая сара вон нашла подружку себе уже прачечная можно постирать белье по моему за 4 евро от 4 и выше смотря сколько килограмм у вас много кабин ну вы можете в своем автодоме ходить туалет либо здесь ну конечно зачем засорять свой дом если есть оплаченные места вот вова снова разжигает костер как раз дровишки которые мы собирали в лесу купили мы сыр камамбер в горшочки глиняном и сверху по моему сухарь у нас из печка прямо как будто бы пиццу мы готовим смотрите ставим наш сырочек ой мечтаю попробовать как это будет просто хотя бы вилкой это двинуть о сверху корочка внутри вот смотрите он жидкий аж прикол ухты это по-моему-то тортик это да как будто тортик для взрослых вкуснятина сара жарит себе маршмеллоу очень яркую достопримечательность франции гора святого михаила мы либо туда зайдем либо нет посмотрим если много людей то мы не пойдем со стороны полюбуемся видами говорят что самый красивый вид они мы узнали здесь можно припарковаться на фургоне на нашем 24 часа 15 евро поэтому вова решил нас оставить здесь мы пойдем прогуляемся замку вы можете добраться до замка на автобусе либо на карете либо еще на трамвайчике мы идем пешком потому что ну я думаю здесь рядом в принципе итак мы заехали в супермаркет понакупали еды как бы самое знаете такое необходимое вот как бы соль перец мельницы оливковое масло чесночок мидии большая вон упаковка полтора килограмма шампанское розовое сыр это 1 евро арбуз там сарина завтрак взяли хлопеную нам всем там моцарелла сыр багет яички авокадо три штуки помидоры йогурт мороженое снэки ну просто закуски персики килограмм потратили 50 евро на все это арбуз сладкий сочный в общем 4 килограмма примерно 2 евро не дешево но в принципе не слишком дорого для такой ягоды большой трудно управлять такой машины внешний вовы есть право а б ц д е да правда а я бы смогла не не хочу тут я не умею на на коробке передач мы подключили интернет и вот мы по навигации путешествуем телефону по обычной google map канкаль это родина устриц столица устриц да здесь канкальские устрицы подавали королям и вообще считаются очень хорошими вкусными здесь повсюду устричные фермы так что вован ты счастлив вот он канкаль и отлив лодки лежат когда будет прилив они все поднимутся на воду устрицы это все устрицы номер два номер три номер один 580 давай а смотри какие огромные просто вообще в шоке короче ребята здесь канкале вот эта вся улица с ресторанами и во всех ресторанах продают устрицы очень дешево вот так чистят его устрицы точка его прилив ближе и ближе к 7 вечера прилив сара вчера попросила попробовать устрицу свежую моя дала маленький кусочек она попробовала и понравилось она попросила еще но я не разрешила потому что они все таки сырые но сегодня вот проснулась все нормально живот не болел ну вот нарвали еще мяты здесь растет мята добавили вот водичку и что вкусная водичка с мятой смотрите кого мы встретили по пути он охраняет мы вчера проходили он тоже здесь стоял сейчас стоит его оставляют дома здесь одного и он сторожит базарчик да ну так как написано что он маленький здесь продают устрицы это королевские устрицы которые называются канкаль вот как раз таки который король ел заказывали для короля вот говорят как след от копыта лошади типа он такие ел по размеру устрицы большие вот сейчас нам девушка их откроет прям здесь с лимончик вообще просто ураган прям при нас их тут бьет большие устрицы смотрите какой кайф в общем мы можем их съесть и выбросить сюда раковин вова нашел закрытые посмотрите как круто я такого никогда в жизни не видела это все отходы от устриц аккуратно да это вообще просто бомба это королевская устрица канкальская знаменитая мне сказали что она естся без лимона натуральном виде и такие устрицы ел король конечно я очень хочу с лимоном и и съесть но придется съесть без лимона этот раз король ел ты знаешь я тоже хочу она очень соленая морская прям морской солью огромная официально королевская канкальская и и и и и и и и